Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, в 13.05 я приветствую вас из этой студии, студии универсального формата. Меня зовут Юлия Север, объявляю, что мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефон не меняется изо дня в день, поэтому звоните, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы нашим гостям, ну и, конечно же, ждите розыгрыш призов. Конечно, сегодня разыграем для вас интересные подарки, это именно билеты на концерт Яна Марти и Ники Любимовой и билеты на концерт Волгского хора. Я думаю, подарки такие, за которые стоит побороться, поэтому смотрите внимательнее, держите телефон на готове, ну и, конечно же, готовьте свои вопросы нашим гостям. Поговорим сегодня о моде, о красоте. В любую погоду можно выглядеть модно, даже на улице. Несмотря на то, что за окном уже какое-то такое зимнее, я бы сказала, даже настроение, все равно можно разнообразить наш образ какими-то яркими красками, яркими акцентами. Как это сделать, как раз сегодня ответят наши гости. Итак, я вам представляю Анастасию Камышеву, имиджмейкера, стилиста, женщину, которую мы очень рады видеть всегда в нашей студии, которая всегда нас удивляет какими-то своими интересными новыми находками, я думаю, в моде. Именно находками, потому что много каких-то таких вещей, которые уже сказаны, а Анастасия всегда что-то такое изюминку доприносит. Ну и две очарительные девушки, которые нам будут помогать разбираться в вопросах моды и красоты, в вопросах стиля. Это у нас модели, девушки невероятной внешности, невероятной фигуры, Юлия и Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, 202-11-22, телефон вам объявила, моду, тему сказала. Я думаю, пришло время уже и поговорить, собственно говоря, по теме. Так, Анастасия, ну рассказывайте, сейчас действительно какой-то такой холодный уже начался у нас сезон, и неужели можно разнообразить свой внешний вид вот в такую нетеплую погоду? Наверное, эта погода наоборот создана для стрит-лука, стрит-стайла выразительного, потому что первое, что именно подчеркивает стрит-стайл, уличный образ, это когда мы совмещаем различные вещи из различных стилей, и вот когда мы много надеваем, когда и пуховик, и жилет, и пальто, и все это вместе, это то, что сейчас мы можем применить в уличном образе. Есть ли какие-то, не знаю, быть может, правила уличного образа? Потому что, если мы идем с вами на какой-то коктейль, думаю, девушки согласятся, какую-то вечеринку, надеваем коктейльное платье, здесь можно пренебречь удобствами, к примеру, да, можно как-то и часик, и другой провести на высокой шпильке, где-то как-то, там, чтобы у нас что-то ужимало, но, в принципе, красота требует жертв. Все-таки уличная мода, уличный стиль подразумевает удобство. Вот какие семь, может быть, правила? Вы очень правильно подметили, что, в первую очередь, уличный образ, стрит-лук, он предполагает комфорт, должно быть комфортно передвигаться, общаться, потому что, естественно, это предполагает, да, пространство уже где-то на улице. Вот, и, конечно, здесь, в первую очередь, комфорт. Второе – это сочетание различных, порой несочетаемых вещей, которые мы с учетом дресс-кода можем и не позволить себе сочетать. Это может быть деловой костюм, сверху накинуто пальто, и вот здесь вместо туфель, в которые мы уже переобуемся, когда придем на работу, мы обуваем кроссовки. Вот это вот тот самый вариант, либо такие тяжелые сапоги, ботильоны, которые вот создадут тот уличный образ, правильный. А дойдя до работы, мы сделаем все, как нужно. Акценты. Мы на девушках, может быть, кто-то заметил в образах девушек акценты, да, это шляпа, и, естественно, вот эти яркие акценты, они уже характеризуют такой уличный образ. Ну, никто не отменял, чтобы вещи сочетались между собой, то есть, казалось бы, сочетаемые, сочетаемые, несочетаемые, но, тем не менее, это так или иначе должно считываться. То есть, не просто так на бумы надеваемые, там, кроссовки. Мы это на наших как раз, да, моделях это покажем, когда они, вот, естественно, и даже кроссовки, они тоже не ко всякому образу далеко, и в этом ошибка бывает. Слушайте, ну, это все равно пришло, мне кажется, из больших городов, потому что, вот, не так давно была в Санкт-Петербурге, в прекрасном городе, и, действительно, в метро, в толпе, мало кого увидишь на высоком каблуке, да, вообще на каблуке как таковом, потому что это кроссовки. В Петербурге особенно. Да, даже с юбкой, даже с платьем, казалось бы, в форме, там, бочонка, да, если юбку мы рассматриваем, оттуда все равно пришло к нам? Ну, наверное, корни еще глубже и дальше. Еще глубже и дальше. Скажем так, да, это, наверное, 19 век, потому что, если вспомнить, да, историю, историю костюма, историю вообще, что был очень жесткий дресс-код, и люди одевались в соответствии со строгими правилами, предписаниями, и вот тогда появлялись люди, почему стрит-стайл пошел? Потому что они шатались по улицам, и это фрилайнеры, они назывались, которые, вопреки традициям, устоям, одевались именно не так, как все, не так, как принято. И дальше это уже родилось в 20 веке, когда в 60-е годы те же самые праздно шатающиеся, но с названиями «Тедзи бой», они уже, опять же, это укорачивали брюки, яркие носки, необычные ботинки, которые, опять же, были, вот в данном случае, акцентом носки и ботинки. Это все пошло вот именно вот оттуда, и сейчас, уже в конце 20 века, когда пошло именно проникновение стрит-образов, да, уличных образов, и моды прет-апарте, уже стало вот это взаимопроникновение, взаимообогащение, потому что прет-апарте тоже брали свои идеи именно с улиц. Так все получили замечательный стрит-стайл, так называемый, теперь уже узаконившийся. — Слушайте, ну я забыла объявить нашим телезрителям, что сегодня у вас есть уникальная возможность. Можно разобрать ваш гардероб, разобрать ваш образ, лук, как сейчас говорим мы в группе ВКонтакте, в универсальном формате, пожалуйста, заходите, первая запись, точнее, последняя запись, первая запись, которую вы увидите, будет как раз о нашем сегодняшнем эфире. Можете в комментариях прикреплять какую-то фотографию свою осеннего образа, своего уличного образа, и мы как раз здесь, ну не я, потому что не имею на это право, а вот Анастасия как раз как имиджмейкер, как имиджстилист, разберет, подскажет, быть может, чем дополнить ваш образ можно, что идет, что не идет, чего остерегаться девушке, мужчине той или иной фигуры. Я думаю, какой-то такой добрый совет мы дадим. Обязательно. Поэтому не упускайте свою возможность, мне кажется, действительно, возможность для многих девушек и мужчин, которые как-то хотят подкорректировать свой образ. Что ж, ну а мы продолжаем. Буквально недавно нас грело еще солнышко, светило, была прекрасная летняя практически погода, и очень трудно, знаете, вот сейчас взять и с летним гардеробом попрощаться, упаковать его в чемодан, положить его на антресольку. Вот возможно ли какие-то, не знаю, быть может, летние вещи как-то еще пока переместить в осень? Либо нет, либо надо забыть и оставить вот до теплых дней. Не стоит забывать, действительно, и применить их очень можно, и это будет уместно. Вот там многослойность, которая свойственна стрит-локу, она приветствуется здесь. Мы берем платье, трикотажное платье, именно вот эти могут быть высокие сапоги, это могут быть ботильоны такие грубоватые, брутальные в мужском стиле. И те самые куртки, косухи, которые год в год не сходят с подиумов, они все нам пригодятся здесь. Это объемное пальто, и мы можем это надевать именно с такими легкими и не очень платьями. Сейчас очень модно миди-платье. Миди-платье прекрасно, опять же, с короткими пуховиками сочетаются, с удлиненным свободным пальто. Это могут быть и короткие пуховики, и все это будет... Я предлагаю посмотреть прямо на примере, у нас есть несколько фото, как лето превратить в осень или летние образы в осенние. Давайте сейчас как раз увидим, вы увидите, дорогие телезрители, на своих экранах, но Анастасия нам как-то прокомментирует. Вот это вот как раз вариант трикотажного платья, который мы можем надеть и с джинсовой рубашкой, и с джемпером. И здесь вот вариант представлен, когда прохладно, уже плотные колготы и вот эти самые такие брутальные ботинки, которые сразу делают образ другим. Опять же, джинсовая куртка в данном случае, ботильон, и другой вариант, это, да, пальто. Это может быть пальто, как здесь представлено, такой жакет-пальто, может быть, облегающий таких больших размеров. И смотрите, везде мы видим плотные колготы в том обуви. Вот это принципиально, потому что если мы оденем плотный бежевый, светлый колгот, только в том случае, если у нас светлая обувь, светлый верх, ремешок, опять же, вот в том варианте кардиган, вот пуховики, прекрасный вариант. Но этот пуховик, да, казалось бы, несовместимый за счет тяжести ботинок, плотных таких очень колгот, выстраивается, да, очень правильно, правильное сочетание. Хотя платье вообще абсолютно легкое. Абсолютно легкое, да. Но платье-рубашка – это наше все, оно к нам пришло в гардероб надолго, и здесь, естественно, оно выступает уже в роли полноценной рубашки. А платье-рубашка плюс брюки – это вообще must-have просто, и подходит невероятному количеству женщин, и откорректирует любую фигуру, поэтому я очень рекомендую. В данном случае здесь жакет, может быть, опять же, и как вот в этом варианте, куртка косухой, высокие спаги. Высокие спаги плюс мини – это вообще очень именно элегантно выглядит, правильно. Элегантно, и мне кажется, это всегда завораживает мужчин. Вот именно вот, да, когда именно высокий сапог плюс мини, правильно. Это действительно как-то мужчины обращают внимание на такие вещи. Ну, мужчины и на мини без сапог. На мини без сапог обращают внимание, да, будем уж откровенны в своем разговоре. Так, ну что ж, я предлагаю сейчас прерваться на небольшой сюжет, после вернемся в эту студию. Спросили мы жителей города, как бороться со стрессом. Я думаю, для многих девушек борьба со стрессом – это как раз будет шоппинг, это как раз будут какие-то обновки, изменение своего образа, как в прическе, как в макияже, так и образа гардероба. Я думаю, во многом, да, согласен со мной, потому что стресс прогонит уж точно. Что же жители нашего города ответили? Давайте посмотрим, а после возвращаемся и будем обсуждать интересные, красивые образы. Здравствуйте. Ну, наверное, надо делать так, чтобы его, в принципе, не было. Надо больше отдыхать, заниматься, наверное, спортом, больше читать, стараться как бы не напрягаться, и чтобы этих стрессов не возникало изначально. Кушать шоколад, спортом заниматься. Какое-нибудь интересное дело найти, отвлечься, прежде всего. То есть, ну, для меня это – расслабить чашу кофе, как-то подумать спокойно, все осмыслить. Гулять больше на природе, в лесу, в парке. Можно на ту сторону, за Волгу съездить, погулять все это, вдоль, по набережной. Тоже вот так мы ходим. Побегать можно немножко, зарядкой заняться. Заведите хорошую кошку. Музыка релаксирующая. Мне помогает. Со стрессом нужно пить успокоительное лекарство. Шоколадка есть. Больше позитивных мыслей, активный отдых, конечно же, и, ну, больше зеленого чая. Помогает. Со стрессом не напрягаться. Смеюсь. Над чем? Над чем. Над чем-нибудь смотрю какие-нибудь. Над тем, что принимает настроение. Да. Смотрю какие-нибудь смешные фильмы, либо что-нибудь в интернете смешное, либо с друзьями просто встречаюсь. Как выглядеть модно в любую погоду? Именно об этом сегодня ведем беседу в студии универсального формата. Анастасия Камышева у нас рассказывает какие-то интересные особенности этого осеннего сезона. Ну и две прекрасные девушки Юлия и Анастасия нам, собственно говоря, продемонстрируют свои образы. Я предлагаю как раз и начать. Анастасия, кто первый? Давайте Юлия. Юлия у нас. Юлию. Можно что-то пройти, чтобы телезрители уж увидели полную картину. И вот-вот чуть-чуть сюда давайте. Середину. Юлия. На Юлии вы видите уже необычное сочетание, да? Юбка, которая в сетку, которая как бы мы привыкли, что это летний вариант, да? Ну, ее можно носить летом, но вариант с брючками делает этот наряд употребимым осенью. Как раз юбка-то из такого достаточно летнего гардероба, скажем так. Уже появляются ботинки на подошве, да? На такой, который позволяет ходить по осенней погоде. Да, по узбоку даже. Вариант джемпера, который такой, свитер с недлинным рукавом. И здесь очень уместно, просто мы ее не довезли, это куртка-косуха. Она здесь прекрасно вписывалась. Вариант куртки отлично будет, либо пуховика. Традиционного черного цвета косуха? Да, черный тоже. Вы понимаете, здесь легкость фактуры, вот эта воздушность за счет перфорации юбки не дает такого тяжелого черного цвета. Вот этот эффект воздушности, поэтому мы можем как раз сверху именно вот такой более тяжелый вариант. Это будет прекрасно. Либо вот, повторюсь, вариант пуховика. Но вот еще раз скажу, что укороченный, потому что пышная форма юбки предполагает, чтобы верх закончился вот именно до такого расширения. Да, да, да. Но вот вариант вот этот именно юбки и с брючками, он очень интересен. И он понравился и Юле как модели. И здесь вариант может быть и таких ботинок, и может быть полусапожки, но, естественно, массивный каблук. Потому что сам образ такой на жесткой фактуре. И сюда, естественно, будут неуместны какие-то лодочки, шпильки, такие элегантные ботильоны. Здесь будут неуместны. А вот именно обувь такая тяжеленная, она подойдет сюда хорошо. И, конечно, вариант сумки тоже, который будет подчеркивать такую основательность образа. И в целом это будет складываться правильно в тот самый стрит-лук. Поэтому просим представить еще куртку. Да, но Юля у нас может даже повернуться, потому что там очень интересная такая кожаная вставка. На свитере и... Необычность, да. Необычность вещей. Хотя за счет комбинаторики мы уже можем достигнуть эффекта необычности. Но если изначально вещи, вот как в данном случае, в них заложена вот такая оригинальность, это только приветствуется. Но важно соблюдать тем не менее пропорции. В данном случае, вы видите, эти пропорции очень хорошо сохранены. Так, хорошо. Юля, я думаю, может присаживаться. Анастасия. Очень интересная такая леди, дама. У нас представлен образ. Действительно. Ну, кожаные юбки, они еще с прошлого сезона. И эта юбка, она вот именно фактура такая, скажем, неэлегантная для юбки. Да, она такая жестковатая. И тем не менее, в удлиненном варианте это смотрится элегантно, да. Опять же, сочетание, дальше добавляем толстовку. И толстовка здесь интересная, может быть, не передаст камера, фактура с таким легким блеском. То есть это отсылает к такой нарядности легкой. И аппликация камнями, она добавляет такую образу, ну, такой фантазийности. Дальше мы добавляем жилет. В варианте здесь может быть жилет, может быть пальто, а может быть и все и другое, то и другое, как мы говорили, да. Многослойность приветствуется. Многослойность – это наше все для стрит-стайла. Ну и, конечно, шляпа. В данном случае шляпа, она, Настя, когда пришла примеривать этот образ, она шляпу эту, можно сказать, просто выцепила уже. Немало потом, да? Да, да, да. Она на самом деле очень хорошо подходит. И поэтому образ, опять же, сложился. В данном случае, конечно, я бы предпочла именно на каблуке. Но каблуки опять не тонкая шпилька. Мы все о том же, о комфорте, что в первую очередь у нас комфорт. И, естественно, в варианте более прохладной погоды, как я говорила, мы добавляем полупальто. Полупальто, либо вот такой же длины, свободное пальто. И вариант ремешка. То есть аксессуары, они тоже приветствуются в стрит-образах. Это могут быть какие-то, естественно, и шарфы. То есть, конечно, у нас не было возможности прямо привезти все, но шарфы приветствуются обязательно. И ремни в данном случае. И для красоты ремень, и для того, чтобы у нас тепло согревало. Да, 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 совершенно верно. Это функционально будет очень полезно. Хочу отметить даже то, что жилет удлиненный, но ни в коем случае это не скрадывает рост. Наоборот, как-то удлиняет. Хотя, казалось бы, да, юбка длинная, хочется высокую талию, и тогда будут ноги оказаться от ушей. Но нет. Выстраивает. Вы правильно подметили. Здесь вот именно удлиняется образ. И к данной юбке короткий жакет, как мы предлагали для Юли, был бы неуместен. Здесь, опять же, пропорции, потому что, ну, еще как и Шанель говорила, что самое главное в моде, как и в архитектуре, пропорции. И, на самом деле, это уже, да, это уже, над этим стоит задуматься, когда создавать этот уличный образ самому. Анастасия, присаживайтесь, пожалуйста. Ну, хочется спросить теперь у самих девушек, как вам, комфортно ли в вашем образе? Юля. Да, безусловно, мне очень комфортно в данном образе. И я очень рада то, что, как бы, наше время, оно позволяет человеку раскрываться с помощью той одежды, которую он носит. И вот я думаю, что именно уличный, как бы, стиль, он помогает человеку быть собой, отбрасывая все какие-то стереотипы, рамки. То есть мы можем подбирать комплект, исходя из своих внутренних, как бы, предпочтений и убеждений. Ну, то, что подобрала мне Анастасия, безусловно, полностью отражает мое настроение сегодня, мое ощущение себя сегодня. Это воздушная юбка, это просто что-то, это находка, я считаю. А, в обычной жизни, если никогда приходите все-таки на прямой эфир универсального формата, в обычной жизни, вот ваш образ близок к настоящему? Мне кажется, у меня каждый день новый образ. Слушайте, это очень здорово. Это отлично, я тоже согласна с вами. Вот, каждый день новый образ, и вот он как раз зависит у меня от настроения. Ну, вот сегодня полное попадание. Сегодня такой, немножечко игривый. Да, да, да. Немножечко такой шальной, я даже бы сказала, потому что, действительно, штаны. Да, провокированный, потому что брюки с юбкой, позволите, может, смелая девушка, я считаю. Не каждый. Не каждый, да, и я думаю, сегодня у вас настроение такое было. Именно, именно. Что ж, Анастасия, как вам в вашем образе такой элегантной дамы? Мне очень удобно, мне очень нравится. Я в жизни стараюсь одеваться так, только шляпы я не могу каждый день позволить носить. А длинные юбки в пол, я очень сильно люблю, и наши довольники часто. Тоже комфортно, удобно. И самое главное, мне кажется, для, опять же, стрит-лук, как мы сегодня говорим. Комфорт и удобство, ну и о красоте, конечно же, не забываем. Так, добавить по поводу образа. Анастасия, она, когда надела, да, то есть, казалось бы, она прибежала в джинсиках на примерку, но у всех свои дела, учеба и так далее. И когда я ей предложила, и она уже встала, просто пробные фотографии, спинка выпрямилась, встала, и вот все. Невозможно в этом образе, да, не подавать тебе. Да, правильно, его преподнесла. Что ж, у нас есть вопросы для наших телезрителей, ответив правильно на которые, вы сможете получить подарки, именно билеты на концерт Яна Марти и Ники Любимовой. 202-11-22, номер телефона. Вопрос в следующем образом. Когда осень наступает по народному календарю? 202-11-22. Звоните быстрее, потому что за такими призами у нас есть очень много желающих. Уже практически выстроились в ряд и держат телефон на готове. Что ж, ну а мы проговорили, что действительно стрит-лук не обходится без шарфов, без интересных аксессуаров в виде шапок, в виде перчаток и так далее. Предлагаю поговорить о шарфиках. Есть у нас даже какая-то такая подборка, которая продемонстрирует, как же можно носить этот аксессуар. Анастасия, ну а вас попрошу как-то прокомментировать. Да, конечно. Потому что мы привыкли все два оборота, и все замечательно. Но это же неверно. Есть масса вариантов, как можно все это преподносить. Да, есть у нас фотографии. Давайте посмотрим. На самом деле, вот вы сказали, да, два оборота, и все. И вот на сейчас это модно. Чем проще, тем лучше. Я как раз эту информацию вот и давала последние в своих блогах. Вы замечаете, да, вот на картину, которую мы сейчас иллюстрируем, очень простые способы завязывания шарфа. Вот сейчас это так. То есть вот какие-то витиеватости. Здесь вариант может быть либо палантина, да, когда мы сильно спускаем вниз. То есть может быть вариант платка, когда мы платок, угол спускаем к поясу даже, да. То есть мы играем в симметрии, но не с узорами, не с узлами. Не нужно. Вот сложности в завязывании не нужно. Вот именно более простые варианты, они актуальны. Иначе это слишком будет надуманный образ, что стрит-стайл не приветствует. Вот именно надуманность. И вы видите, даже у нее неровный вот этот вариант. Здесь вот более сложный на этой картинке, более сложный вариант завязывания. Но вот я же повторюсь, что все очень просто. Но в целом все выигрывает, потому что нет вот такой вот высчитанности образа. Длинные шарфы, которые очень-очень актуальны, тоже были на последней картинке вязаные длинные шарфы. Это мода, наше все на эту зиму. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно. Знаете ли вы ответ на наш вопрос, когда по народному календарю наступает осень? А надо дату назвать? Надо дату назвать. 14 сентября. Ну вот так вот, хорошо. Народный календарь висит на кухне, смотрите, оцениваете, либо так. Да, да. Да, хорошо. Ну, наверное, я так понимаю, что-нибудь высаживаете согласно этому календарю? Нет? Только не руководствуетесь? Я знаю. Ну, это хорошо. Действительно, не просто так висит у вас на кухне. По крайней мере, билеты на концерт Яна Марти и Ники Любимовой он вам принес. Спасибо большое вам за звонок. Как забрать эти билеты? Когда отправляетесь вы на концерт, расскажем все за эфиром. В любом случае, смотрите, следите. Это я обращаюсь к вам, дорогие телезрители, кто не успел забрать этот билет. Потому что мы сегодня будем разыгрывать еще билеты на концерт Волжского хора, на концерт музыка без времени. Очень интересное мероприятие, я думаю, планируется. Так что 202-11-22. А вопрос совсем-совсем скоро. Что ж, девушки, хочу к вам обратиться. Как к любителям все-таки интересной модной одежды, стильной одежды. Экономите ли вы на своем образе? Вот так вот задам вопрос. Вообще, можно ли сэкономить на кардеробе? Можно, но сложно. Но сложно. Но если подходить с умом, то, конечно, можно. И даже, наверное, нужно стараться это делать. Что-то из старого, каких-то припасов, возможно, да? Умение, возможно, правильно сочетать новые вещи со старыми. И покупать, приобретать новые какие-то вещи в гардеробе. Уже руководствуясь той базой, что имеется. Вот это, мне кажется, основа всего. Анастасия? Я полностью поддерживаю. Поддерживаете свою коллегу. Поддерживаете. Я слышала такой совет, чтобы, собственно говоря, экономить на гардеробе. Нужно покупать вещи, заранее зная, что она подойдет к трем вещам, которые у тебя уже есть. Вот есть такое, либо это какое-то устаревшее правило. Ну, наверное, с одной поправкой, что эти три вещи, которые имеются, да, они подходят изначально и сочетаются между собой. То есть изначально нужно правильно выстроить гардероб. И тогда все, что вы будете покупать, в соответствии с параметрами, о чем я не устаю говорить, это цветовая палитра, в первую очередь. Потому что если она ваша, и вы покупаете все вещи в правильной цветовой палитре, все будет сочетаться. То есть все это может мешать? Абсолютно. И то же самое с пропорциями. То есть изначально, ну, дама хрупкая при росте 150, да, либо при росте 180, достаточно крупная. Это совершенно разный гардероб, совершенно разные пропорции внутри. Цвета могут быть одни, да, но пропорции будут совершенно разные. И если выстраиваешься в соответствии с вами длинными пропорциями, все будет чудесно. Что ж, спросила я вас не напрасно, вообще экономите ли вы на своем гардеробе, потому что такой вопрос задали мы жители нашего города. На чем можно сэкономить? Интересно? Очень. Очень интересно. Давайте посмотрим. Полезные советы от жителей города Самары. Наверное, скорее на еде. Ну, потому что есть вообще вредно. Мы все худеем, это понятно. Да, да. То есть на еде запросто можно сэкономить. В принципе, не экономим, живем, как говорится, ну, в силу возраста своего ему по полу. На развлечениях. Ну, на проезде транспорта тоже. Ну, не знаю, на всем вообще, просто сейчас жизнь такая. Потому что на всем экономим. На вещах. Никогда не экономим ни на путешествиях, ни на культуре. На вещах. Вещи, они очень быстро в плен захватывают. Они того не стоят. Да не на чем экономить. Все нужно и все как-то потребность нужно. Ну, не на чем экономить. Чтобы особо отражалось на фоне своего проживания. Я, скорее всего, сэкономлю на развлечениях. Ну, я не знаю почему. Потому что это, как бы, добавочная опция. Еда все-таки нужнее. Ну, а развлечения тоже нужны. Без них душа не растет. Потому что отпуск сейчас стоит дорого. Поэтому приходится экономить на отпуске. Что ж, ну, заметьте, очень мало людей сказали, что экономить надо на своем гардеробе, на вещах, на одежде. Это плюс, действительно, мне кажется, ну, по крайней мере, в рамках нашей передачи, в рамках нашей темы. Это плюс. Хорошо, что люди экономят, не экономят на своем гардеробе, на себе любимой. Хорошо? Ну, наверное, здесь двояко. Потому что экономить, и разумно, я правильно сказала, разумно подходить к гардеробу в том числе, это будет правильно. Правильное решение. И если, как бы, сужается финансовые возможности, то в том числе можно это и делать более разумно с гардеробом. Не зря спросила, потому что в одном из ваших блогов прочитала то, что, действительно, называется как-то он так, что имидж стилей и антикризисная ситуация. Как-то так вот. Что же такое вы там писали, нам расскажете сейчас. Но прежде давайте задам вопрос для наших телезрителей, чтобы они пока смогли подумать. Какой день называют днем осеннего равноденствия? 202, 11, 22, билеты на концерт Волжского хора достанутся тому, кто первый ответит на этот вопрос. Ну, а Анастасия нам пока рассказывает же такую интересную свою позицию. Как же можно все это уложить в одном? Ну, я, конечно, не осмелюсь это будет неправильно приписать до авторства. Это действительно пришло с Европы. Ну, я предполагаю, что корни в Европе, потому что по двум причинам. Во-первых, в принципе, они экономны сами по себе, и у них очень такой вот в офисах бодрящая температура. И они поэтому приходят в офис вполне себе одеты, и не так, как у нас в рубашках. Это обязательно жакет. Когда они еще на улице, они могут еще пуховик и пальто сверху. У них это норма. И это позволяет, ну, как минимум, не покупать какую-то дополнительную вещь на холодное время. То есть, ну, по-нашему это называется капуста. И мне даже это напоминает что-то такое вот детское, да, когда вот мы надеваем, 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 потом снимаем. То есть вот это такой вариант. Но он позволяет вот именно, да, и более функционально подходить к гардеробу. И это модно. Самое главное, что это еще и модно. И мне нравится, потому что многослойность, она актуальна, и она позволяет как-то вот самовыражаться более. Да, мы можем, опять же, сейчас жилет плюс пальто, можем пальто плюс жилет, пуховик плюс, да, то есть вот эти вот варианты, они все возможны. Я предлагаю на примере, как раз посмотрите, есть у нас фотографии подборка от стилиста, как раз, какие понравились вам, где отображена эта многослойность и как-то прокомментируем их. Сейчас они появятся у нас на экране. Да, да, нет, это у нас шарф. Да, давайте пролистаем, ну, собственно говоря, напомню, что именно это интересно. Вариант, да, да, вариант. Вот отличные варианты многослойности представлены. Вариант слева, да, куртка, кожаная куртка плюс пальто. Я не сказала об этом варианте, очень модно сейчас. Поэтому куртки, которые были у нас плюс осеннее пальто, это вполне себе на ноябрьскую погоду отличный вариант, да. Вот совершенно пальто, сверху пуховик, и такое возможно, да, и видите, и то, и другой вариант. Здесь спортивная обувь, шарфы, которые можно, в общем-то, фактически пледы. То есть это в том сезоне еще пришло, и вы видите, меховая накидка была, плед, опять же, безрукавка, поверх куртки пальто, принтованная, яркая. То есть варианты необычные совершенно могут быть, да. Ну, экстравагантный очень, розовое пальто поверх меховое. Данный вариант я бы, наверное, раскритиковала скорее больше, да, потому что объемы нарушаются. А варианты более такие, да, очень мне нравится именно кожаная куртка плюс меховое пальто, либо пальто из шерсти прекрасно смотрится. Возвращаемся, здесь тоже видно, что это многослойность, да, то есть этот вариант мы в шарфах рассматриваем. Что ж, у нас есть звонок, давайте мы сейчас смотрим с вами фотографии. Звонок у нас есть в студии. Здравствуйте, как вас зовут, уважаемый телезритель? Здравствуйте. Как зовут? Надежда. Надежда, очень приятно. Какой день называют днем осеннего равноденствия? 22 июня. Подождите, осеннего равноденствия, я спрашиваю вас. Осеннего равноденствия. Неверный ответ в любом случае. Вам спасибо за попытку, спасибо за звонок. Что ж, дорогие телезрители, какой день называют днем осеннего равноденствия? 202 на 11.22. Ответите верно, получите билеты на концерт волжского хора «Музыка без времени». Поторопитесь, времени до конца эфира осталось не так уж много, поэтому пока есть возможность. Кто первый, как говорится, тот и успел. Что ж, кстати, вот задаю вопрос. Да, действительно, это интересно. Действительно, многие девушки могут оценить современную моду, многослойность и так далее. Но девушки, мужчины все равно, так или иначе, они привыкли видеть облегающий силуэт, они привыкли видеть обозначенную талию. Сейчас очень модное пальто, объемное пальто, коконы, можно так назвать. Вот как же вообще действительно мужчин-то заставить понять, что это модно, это нормально? На самом деле, я думаю, мужчины согласятся. Для того, чтобы увидеть, оценить где-то фигуру женскую, не обязательно лицезреть и в таком варианте облегающим. Иногда полуприлегающий силуэт, даже прямой силуэт, он позволяет вот именно сфантазировать, конечно. И вот это, когда свободный силуэт, а под ним как-то обозначается талия, на мой взгляд, это намного интереснее. Это игра, это мода, собственно говоря, вообще игра, как и взаимоотношения мужчины-женщины. Тут все очень... Кокетство. Хорошо, что ж, есть у нас звонок от нашего телезрителя. Как зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень бодрый голос, очень радуете нас своей улыбкой. А по телефону уже слышно, что улыбаетесь. Говорите, какой же день называют днем осеннего равноденствия? Ну, 23 сентября. Да, именно. И на 22-е. Да, 22-й, 23 сентября. Я вас поздравляю, два билета на концерт творческого хора достаются вам. Ощислите кого-то, с кем пойдете, собственно говоря, на это мероприятие. Спасибо вам большое за звонок. Что ж, ну у нас есть еще одна фотоподборка, это именно по цветам. Которые модные в сезоне наступившем. По девушкам, в принципе, уже можно понять, что это, да, какие цвета. Вот, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, цвет верблюжьей шерсти, камел его называют, цвета серые, серо-зеленые. Эти варианты, безусловно, они актуальны. Такие коричные цвета, цвета корицы, шоколады. То есть все варианты такого оттенков коричневого цвета. Прекрасно, синие. И, конечно, с наступлением такого прохладного времени цвета как бы сгущаются вместе с погодой. Вот, и появляются такие более контрастные сочетания. Черный обязательно присутствует. Не потому, что вот обязательно, он располагает. То есть вот холодное время года располагает к черному. Никуда без винных оттенков. Марсал один из вариантов, да. Глубокие такие сине-зеленые варианты тоже, да. Вот, и такие сумрачно-синие, это называется, сумрачно-синие цвета, это тоже, да. Ну и краски осеннего леса, я так понимаю, все равно так или иначе остаются, потому что вот на девушках Анастасия такой темно-зеленый. Темно-зеленый, такой воды такой синеватый оттенков. Ну и, собственно говоря, такой бордовый, интересный, глубокий тоже. Да, очень модный. Цвет, я думаю, природа нам сама подсказывает, что же нам иногда необходимо надеть на себя. Да, вы хорошо подметили, вот именно они сгущаются одновременно, и все они становятся таким более плотными, более густыми. Мне, по крайней мере, очень нравится эта цветовая палитра, которую предлагают нам дизайнеры именно в осеннем сезоне. Что ж, подводим итог. Любите экспериментировать, называется, да. Любите многослойность, я так понимаю. Ну и, опять же, удобная обувь, именно это отображает стрит-лук. Так? Да. Что ж, Анастасия, вам огромное спасибо. Еще раз за модные советы. Я думаю, многие наши телезрители воспользуются. По крайней мере, я уж точно что-нибудь к себе в гардероб да подтяну. Девушки, вам огромное спасибо за беседу, за ваши красивые образы, ну и за вашу лучезарную улыбку. Спасибо. Спасибо вам. Что ж, ну а мы с вами прощаемся. Универсальный формат каждый будний день в 13.05 на ваших экранах. Смотрите нас и помните, что мы в прямом эфире ждем ваших звонков. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова